Продолжение следует... Этот город был слишком молод. Он строился, цвел, развивался и радовал всех окружающих. Иногородние жители любили в него приезжать отдыхать. А люди, живущие в самом Орехово-Зуеве, ни о чем в своей жизни уже не мечтали. Этот город делал их самыми счастливыми. Но так продолжалось недолго. Беда не выбирает, и в город пришла чума. Чума, несущая одни несчастья. Сначала какое-то время чума была скромна, и зараженных ею была горсть, а то и меньше. Но с годами чума все более разрасталась. Постепенно проникая в дома, в жизни и судьбу людей, она заражала прежде всего мужчин. Единственным источником заражения была водка. С появлением чумы в ее содержимом появилась какая-то мощная тяга человека к бутылке. Вся чума в том, что если ты случайно где-то как-то хряпнул, хоть глоток водяры, знай, что теперь все остальные твои глотки будут уже не случайными. Потребность к водке любого из зараженных снижается лишь тогда, когда тот, накачав себя ею, вырубается незадолго до того, как пасть на землю. А очнувшись, счастливый обладатель чумы утешал свою потребность снова и снова. Разрушались семьи, рушились мечты, все больше открывались пробки на бутылках водки. Угасала надежда и вера в счастливое будущее. А чума все нисходила и росла. И не было каких-либо противоядий, способных от нее спасти. Город был обречен на полное спитие. В июле 1998-го чума поглотила уже все районы. В то время даже в любом затухлом месте города, шагая по улице, невозможно было не споткнуться о хряпнутые тела каких-либо зараженных людей. Тела лежали повсюду. На земле, траве, асфальте, дорогах, крышах, лужах. И закрывали собою больше половины площади земли Орехово-Зуевской. Местами тела лежали так плотно друг к другу, что их было не перешагнуть. Вся эта картина не казалась слишком мрачной лишь по одной причине. Все эти люди были живы, хотя и неизлечимо хряпнуты. Чума победила! Так решили последние 43 неохваченной жестокой чумой Орехово-Зуевца. И собравшись вместе, 26 июля на лесной поляне, они добровольно отдали себя захапистым лапам ненасытного вируса. Пришли, принесли, достали, открыли, налили и хряпнули. А что же было дальше? Вы способны все увидеть и услышать сами. Я напоследок перед тем, как хряпнуть, вот чего хочу сказать. У всей большой такой компании лихой существовал девиз «Один на всех» и говорилось в нем с лихвой. Нам хряпать не хотелось, но пришлось. А коль пришлось, то почему бы и не хряпнуть? А коль пришлось, то почему бы и не хряпнуть? Общ denn нуy-тьюль уже готовы. Я не не! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»